Фабрика декоративных растений представляет Вопрос, откуда берутся саженцы для озеленения нашего города, привел нас на фабрику декоративных растений, где в прошлой программе мы познакомились с процессом их подготовки от стадии поиска и до высадки растений в теплицу. Что же происходит дальше? Следующим этапом является черенкование. Для этого берутся стеблевые побеги. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому здесь используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения. Высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста фитогормонами также увеличивает шансы на их успешное укоренение и способствует получению более мощной корневой системы. При подготовке черенков учитываются и сезонные, и погодные, и возрастные, и многие другие параметры. Размножение декоративных растений происходит круглогодично. Черенкование хвойных деревьев в зимне-весенний период. В это же время производятся прививки лиственных и хвойных пород. Лиственные кустарники размножают летом и осенью. На то, чтобы растения полноценно прижились и укоренились, требуется приблизительно год. Помимо черенкования, декоративные растения размножают и при помощи прививки. В итоге, некоторые саженцы представляют собой настоящие сборные конструкции, в которых черенок берется от одного вида, а подвой от другого. Многие деревья можно получить только с помощью прививки. Вот, например, эти клёны мы получили как интернациональный продукт. Подвой – это вот этот ствол вместе с корнями, мы приобрели в Бельгии. Привой – это маленький черенок с несколькими почками. Мы получили из Голландии. Наши специалисты это всё между собой собрали, а чтобы оно не сломалось и держалось крепко, приросло хорошо, мы использовали бамбук, который получили из Китая. И таким образом эти растения неизвестно по географии, куда дальше попадут. То ли в города Украины, то ли в другие страны. Укоренившиеся черенки помещают в специальные контейнеры. В среднем на два года. А потом в большие контейнеры. Ещё на 2-3 года. И только после этого молодые растения высаживают в открытый грунт. У нас выращивается около 200 сортов растений. В грунт высаживается оно в пятилетнем возрасте и ещё растёт 5 лет. Это можжевельник Skyrocket. Его возраст 5 лет. А этому можжевельнику 10 лет. И он готов стать украшением вашего сада. И вот перед нами готовый саженец, который, возможно, появится под вашим окном или на детской площадке, где вы гуляете с ребёнком, и будет радовать вас долгие годы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok